Михаил, приветствуем. Да, добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время выйти к нам в эфир. Хочется начать с вопроса о вот этих вот переговорах, об этом, не перестанем цитировать, окончательном решении вопроса зерном. Насколько оно окончательно? Что сейчас происходит в Стамбуле? О каких договоренностях идет речь? Какие документы будут подписаны? Чего ожидаете вы и официальные лица Украины? Конечно, потрясающая фраза, окончательное решение, применительное к современному политическому режиму в Российской Федерации. Это идеальное сочетание этих двух фраз. Теперь, что касается зернового соглашения. Смотрите, давайте по порядку, и будет очень все быстро и понятно. Значит, первое, там две части. В этом соглашении две части, они подписаны. Первая часть подписана тремя сторонами. Это Турция, ООН и Украина. Вот эта часть полностью регламентирует всю логистику, именно транспортную логистику работы и украинских портов, и украинских территориальных вод, по которым будут идти транспортные коридоры, будет идти транспортный коридор. И, соответственно, всю процедуру, как это зерно будет вывозиться в территориальные воды уже Турции. Вот это в этой части. Вторая часть параллельно подписана. Эта часть подписана между Российской Федерацией, Турцией и ООН. И она как раз регламентирует невмешательство России и в то же время своеобразная гарантия, что Россия не будет применять русские военные корабли. Ну, опять же, я тут образ использую известный. Для того, чтобы нанести ущерб именно уже транспортировке зерна. То есть прямого договора между Украиной и Россией нет. Ну, условно говоря, четырехстороннего договора прямого нет. Дальше. Это весь договор будет осуществляться следующим образом. Создается специальный координационный центр в Стамбуле, через который куда как раз будут входить все стороны. Через этот центр будут определены корабли, транспортные корабли, имеющие турецкую юрисдикцию. Эти транспортные корабли будут получать график захода в украинские порты. Ну, то есть им будут разрешать входить, они будут получать разрешение и по графику будут заходить в порты, там грузиться. Российской стороны нигде не будет. Ни в украинских портах, понятное дело, ни на пути следования транспорта в территориальных водах Украины. Нигде в юрисдикции Украины российских представителей не будет. Проверку судов, то, о чем настаивала российская сторона, на предмет оружия, нахождения и так далее. Осуществляться проверка транспортных кораблей будет в портах Турции. Осуществляться она будет совместными инспекционными группами, куда будут входить, понятно, представители России. И после этого корабли уехали, уплыли, условно говоря, к украинским портам. И дальше уже идет, собственно, работа ООН, Турция и Украина. Дальше. Если российский военный корабль все-таки посчитает нужным зайти и составить какую-то проблему для транспортировки, то, понятно, если он будет находиться в зоне поражения украинских вооруженных сил, будет применена военная сила для того, чтобы эту проблему устранить по пути следования транспортных караванов. Вот такой примерно вид А. Добавлю дополнительно, чтобы было понятно, соглашение, оно называется инициативой, опирается на две международные декларации, ну и, соответственно, будет действовать в течение 120 дней. Михаил, вы знаете, у меня такой вопрос просто любопытно стало. Я заметил, что Сергей Шойгу был в деловом костюме, хотя, в принципе, я даже не помню, когда он в последний раз был в деловом костюме, обычно он в кителе приходит. Это на языке дипломатии что-то означает? Да, на языке дипломатии это означает одно – уважительное отношение к той стране, которую они собирались взять за три дня. И в то же время, если уже более серьезно говорить, то, безусловно, это говорит об изменении статуса, об изменении статуса Российской Федерации в глобальной политике. Этот статус гораздо понижен. Это вы могли увидеть на встрече господина Путина в Иране с Раисей, президентом Ирана, и президентом Турции Радоганом. И, соответственно, вы видите, что Россия ведет себя и будет вести себя совершенно иначе на международных рынках. Таким образом, другой дресс-код господина Шойгу, он четко показывает, что Россия будет снижать уровень своих претензий, ну, имеется в виду вот этого хамского, хамской модели поведения, пренебрежительной модели поведения, которую она в последние несколько лет демонстрировала именно на международном треке. Михаил, мы видим, как наплевательски официальные лица России относятся к каким-то договоренностям международным, которые были подписаны в разные годы. Какие ожидания, какие гарантии, что вот то, что сейчас подпишет, видимо, Шойгу, как представитель Путина на этой встрече, они будут выполнены, они будут соблюдаться беспрекословно. Есть ли какие-то гарантии и какие санкции последуют в случае невыполнения подписанных договоренностей? Безупречный вопрос, потому что на него нужно ответить очень парадоксально. Смотрите, дело в том, что Россия взяла обязательство на себя не применять военные корабли, имеющие базу и базирование новороссийских, по отношению к Турции и ООН. То есть, соответственно, для нас, например, гарантами являются вооруженные силы Украины. То есть, в случае, если Россия попытается зайти в территориальные воды Украины и тем более воспользоваться безопасным фарватором для транспортирования зерна, то мы просто будем делать то, что мы прекрасно делаем. Вы сейчас это показываете, да? То есть, Россия разрушала наши города, а мы, соответственно, уничтожаем живую силу и технику Российской Федерации. Вот мы то же самое будем делать с кораблями Российской Федерации. То есть, для нас ничего не меняется принципиально. Наоборот, для нас принципиально то, что Россия будет выглядеть очень-очень и очень печально, если она попытается нарушить свои договоренности с Турцией. Вы понимаете, что Турция тогда, соответственно, должна будет занять другую позицию по отношению к войне, которую затеяла Россия. И, соответственно, по отношению к ООН. Поэтому для нас принципиально безразлично, что там Россия будет гарантировать. Потому что, в принципе, мы будем применять военную силу для того, чтобы защитить свои акватории, то есть свои порваторы и свои транспортные коридоры, и тем более свои порты. Все, что Россия сделает, нарушая договоренности, подписанные между Российской Федерацией, Турцией и ООН, это, естественно, дополнительно ударит по любым возможностям России как-то на внешнем рынке иметь хотя бы какие-то возможности с кем-то о чем-то договариваться. — Михаил, вот вы знаете, до нас регулярно доходят слухи про референдумы на оккупированных территориях. Недавно о планах Кремля также писали в Блумберге. Вот на ваш взгляд, может ли Кремль пойти на такой шаг? Потому что это просто буквально означает, что ни о каких переговорах дальше, наверное, речи быть не может. Как в таком случае будет действовать украинская страна, и насколько вы эту перспективу оцениваете? — Ну, Кремль может делать, заявлять что угодно. Смотрите, у нас идет война, полноценная война. Здесь любая... Я, честно говоря, даже задал бы вопрос, а в чем смысл проведения референдума, когда вы, в принципе, уже открыто говорите о том, что вы, по сути, объявили войну, назвав ее специальной военной операцией, и занимаетесь конкретно мародерством территории. То есть вы пытаетесь забрать себе какую-то часть территории суверенного государства. То есть здесь нету никаких подоплек дополнительных, нету никакой другой идеологии. Слишком примитивна российская политическая элита, чтобы позволить себе какую-то действительно продуманную идеологию сегодня использовать. Они пришли и забирают территорию. Зачем в этом смысле попытаться маскировать это какими-то псевдореферендумами, которые не будут опираться ни на какую юридически выверенную процедуру, которая имеет какое-то значение для международного права? То есть, соответственно, это все фейковая история, это первое. Эта фейковая история про референдумы нужна исключительно для пропагандистского вот этого, знаете, опять же, понтовитости, которая присуща российской пропаганде. Мы сейчас, вот смотрите, будут референдумы, которые позволят нам там что-то юридически зафиксировать. Нет, это не будет иметь никакого значения, равно как не имеет значения вот это признание накануне войны, признание господином Путином, опять же, фейковых квазиреспублик ДНР и ЛНР. Это не имеет никакого значения, нету на сегодняшний день никаких юридических образований под названием ДНР и ЛНР. Есть временно оккупированные территории Украины. Вот это нужно понимать, и так оно закреплено в международном праве. Дальше. Второе. На временно оккупированных территориях Украины совершенно нету системных пророссийских настроений. Это не 2014 год. Я об этом уже неоднократно говорил. Это в 2014 году люди, которые действительно считали, что Российская Федерация имеет какие-то перспективы. Я имею в виду люди, проживавшие на полуострове Крым. Они посчитали, что есть какие-то перспективы присоединения к Российской Федерации, что это сразу их отправит в такое мальдивское путешествие, и Крым превратится в совершенный рай. Оно не оправдалось. Безусловно, и все понимают, что Россия – это страна с крайне неразвитой внутренней инфраструктурой, с крайне некомфортным образом жизни и с весьма плохой репутацией сегодня на глобальном рынке. И, соответственно, сегодня российского, русского мира, так называемого, в Херсоне, в Запорожье, и в Луганске, и в Донецке никто не ждет, и никто не собирается это поддерживать. И, наконец, третье. Никакой системной инфраструктурной работы по организации чего-либо в этих регионах, во временно оккупированных, не ведется. Туда не идут ни деньги российские в должном объеме. Там не проводится работа по какой-то инфраструктурному исправлению всего того, что уже было сделано. Ну, я имею в виду с точки зрения уничтожения части городов, части поселений и так далее. Все это исключительно пропагандистские слова, которые к реальному миру отношения не имеют. И, наконец, ответ на вопрос, что будет делать Украина. Украина будет выполнять свою работу, делать свою работу. У нас она очень простая. В этот раз, в связи с тем, что такой большой интенсивности война, мы должны отправить Россию за пределы всех границ Украины. А пределы границ Украины в международном праве закреплены в 1991 году. Вот Россия должна закончить свою войну за пределами этих границ. Соответственно, будут идти военные действия, пока мы военным путем не деблокируем всю эту территорию. Михаил, у меня вопрос про западных партнеров, которые многие месяцы поддерживают Украину, которые являются одним из главных поставщиков оружия и финансовой поддержки. Мы видим отставку премьер-министра в Италии, мы видим политическую нестабильность в Великобритании, мы знаем, что этой осенью в Палате представителей США пройдут выборы, и тоже повестка немножко с международной сместится на локальную. Переживают ли официальные власти Украины то, что сейчас происходит с западными союзниками? Ожидаете ли вы какое-то снижение поддержки? Как-то это скажется, все происходящее сейчас в Европе и на Западе, в целом на помощь Украине в противодействии Путину именно на полях сражения? Безусловно, мы внимательно отслеживаем все процессы, которые происходят в странах-партнерах. Понятно, что эти процессы определяются уже элементами внутренней политики, внутренними конфликтами. Все-таки это же демократические государства, у них конкурентная политика. Бессловно, у электората есть разные предпочтения, разные вопросы возникают с точки зрения ситуативной жизни в этих странах. Мы это все внимательно отслеживаем и понимаем, что, конечно же, понимаем главное, что поддержка Украины нашими партнерами – это не поддержка отдельными представителями политических элит. Это ценностная поддержка, это фундаментальная поддержка, которая регламентирована не только политическими элитами этих стран, но прежде всего общественными мнениями, обществом этих стран. Поэтому мы существенных изменений вот в этой консолидированной проукраинской позиции не видим и не увидим. Она будет осуществляться в должном объеме в течение всего времени, которое необходимо Украине для того, чтобы добиться тотального успеха с точки зрения отодвигания российской армии или российских боевиков от территории Украины. Соответственно, мы это понимаем, что политические процессы в странах никуда не делись. Эти политические процессы могут приводить к смене той или иной политической партии как доминантной, к смене того или иного политического лидера. Но тем не менее, мы не видим угроз для того, чтобы помощь Украине, помощь, прежде всего, военная, каким-то образом уменьшалась. Михаил, извините, что заставляем вас немножко спекулировать, но просто даже авторитетные некоторые издания дают вот такую информацию. Например, Foreign Policy пишет, что Россия якобы в 23-м году готовит крупное наступление, чтобы взять Одессу. Вот как вы эти заявления воспринимаете, даже не заявления, наверное, слухи скорее, как их воспринимаете, насколько они реалистичны? Несколько странные заявления, потому что мне кажется, что война идет уже 5 месяцев. Абсолютно большая, масштабная, интенсивная на разных географических территориях Украины. Практически линия фронта сегодня составляет более тысячи километров, включая ее южное направление. Город Одесса активно атакуется крылатыми ракетами уже в течение 3-4 месяцев. Соответственно, говорить о том, что готовится то или иное полномасштабное наступление на 2023 год, это несколько странно. Потому что мне кажется, что Россия попытается еще сегодня, имея определенный запас, ресурсный запас, и имея еще не до конца деморализованную армию боевиков и общественное мнение в России, она попытается еще какие-то попытки захвата дополнительных объемов территории, в том числе на южном направлении, продемонстрировать нам. То есть мы прекрасно понимаем все это. Но мне кажется, что, и это уже все видят, с момента поступления в Украину определенных видов дальнобойной артиллерии, картина начинает меняться. То есть как только мы начали наносить ущерб логистическим и обеспечительным центрам российской армии, соответственно, интенсивность обстрелов артиллерийских наших позиций уменьшилась многократно. И я думаю, что этот будет только нарастать. Соответственно, вся интенсивность войны, мне кажется, уместится в ближайшие 2-3 месяца. Затягивать войну – это не в интересах Украины. Смотрите, давайте я даже шире скажу. Есть два сценария, которые предпочтительны сегодня для Москвы. Они очень важны для них. Либо принудить сегодня на сей за стол переговоров, поэтому много столько разговоров идет по разным направлениям, в том числе про российское лобби в странах Европы и в Америке, тоже поднимает голову и говорит об этом. Давайте все-таки для того, чтобы уменьшить влияние войны на наши повседневные образы жизни в этих странах, давайте принудим Украину все-таки смириться с тем, что нужно что-то уступить России. Россия находится сегодня на пике своих территориальных притязаний. То есть она сегодня захватила энную часть территории и хочет зафиксировать этот статус-кво, чтобы на переговорах ультимативно сказать, смотрите, мы перестанем бомбить ваши города, мы перестанем убивать мирных жителей, но вы нам должны отдать это, это и это. Это план А, идеальный план, который позволит господину Путину зафиксировать свой статус человека, который может что-то где-то у кого-то украсть. Есть второй вариант, который, как я понимаю, для России тоже предпочтительный, это затяжная война. То есть это максимально надолго подвиснуть, в таком немножко перестреливаемся, артиллерийские дуэли продолжаются, но тем не менее интенсивных боевых действий поменьше будет, и соответственно за это время Россия захочет укрепиться по новой линии разделения. То есть де-факто сделать вот эту линию разделения по территории Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой области. Нас не устраивает, естественно, ни первый вариант, ни тем более второй вариант. Затяжная война нам не нужна, потому что экономика Украины, она будет дефолтироваться в этом случае, то есть это достаточно тяжело, когда у тебя идут боевые действия по всей территории. У нас очень много внутренних перемещенцев, и соответственно экономика сегодня не работает. Вытянуть это все в течение длительного срока будет тяжело. Мы считаем, что эффективность боевых действий зависит от поставок оружия, и это должно закончиться максимально быстро. Михаил, напоследок, позвольте вопрос. Мы видим сейчас новости, нам сложно, мы там не эксперты в политике Украины, и то, что сейчас там происходят какие-то процессы, до нас доходит только заголовка в газет. Мы видим, как ряд людей были лишены гражданства, мы видим, как ближайшие соратники Зеленского, бывшие глава СБУ и генпрокурора Украины, произошли какие-то перестановки. Почему сейчас это происходит во время войны, кадровые такие перестановки на таких важных должностях? Стоит ли нам ждать еще каких-то громких перестановок? И может быть объясните природу возникновения вот этих вот событий, о которых мы говорим? Очень просто. Любое управление требует периодической оптимизации. То есть независимо от того, война или иная война, наоборот, война предъявляет дополнительные требования к волевым качествам того или иного топ-чиновника. Соответственно, сегодня, вернее, вот эти кадровые изменения, которые уже состоялись и которые могут быть, они вызваны тем, что президент постоянно находится в поиске более эффективного операционного управления в отраслевых министерствах. В данном случае мы говорим про генеральную прокуратуру и СБУ. Соответственно, СБУ должна стать более агрессивной с точки зрения поведения на приграничных к оккупированным территориям, для того, чтобы минимизировать там проявление какой-то работы тех же ДРГ, российских диверсионных групп. А прокуратура должна быть намного более эффективна с точки зрения документирования работы, документирования военных преступлений со стороны российских военных. То есть вот эти работы должны быть больше интенсифицированы и должны выглядеть гораздо более эффективно. То есть, соответственно, это исключительные кадровые решения, связанные с попыткой сделать более эффективным модерацию этих направлений. Это первое. Второе, что касается указов о лишении гражданства или о предоставлении гражданства, то эти указы мы, безусловно, не комментируем. Они не являются указами открытого доступа. И, соответственно, они могут комментироваться только людьми, если они хотят о своем правовом статусе сами разговаривать. Потому что они касаются персональных и личных данных людей. Привет! Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Несите свой важный вклад в борьбу с Путиным.